Да, я хотел просто уточнить ряд позиций. Вот Максим Борисович, в частности, огласил вопросы, связанные с войной. И я бы хотел просто уточнить, что чрезвычайные меры, конечно, могут применяться в условиях чрезвычайного положения, в частности, военного положения. И говоря о том, что там седьмой год идет война, вопрос, где военное положение. И у президента Турчинов, президент Порошенко, президент Зеленский. Ни одного решения не принято. Три состава Верховной Рады, в том числе Татьяна Черновова, в одном из этих составов было. Решение о войне не было принято. Чрезвычайные меры могут быть в условиях чрезвычайного положения. Это, извините, очки сниму, чтобы вам было комфортнее, наверное. Чрезвычайные меры могут быть в условиях чрезвычайного положения. Его нет. А если его нет, то мы должны действовать в рамках действующих в Украине правил, которые прописаны в украинских законах. Вот и все. И взять то же самое постановление, которое давал Аваков под это решение. Он ссылался на постановление Верховной Рады, за которое в том числе и Татьяна Николаевна голосовала в 18-м году. Я инициатор, я взагалі мама того. Це моя справа доводи. Татьяна Николаевна, вы делали замечание, когда вас перебивали. Можете тоже задержать? Я просто уточнилась. Спасибо большое. Да, я понял, вы мама. Так вот, Татьяна Николаевна как раз мамой была этого решения. Тогда вы помните, что там нет телеканала ЗИК в этом решении. Как можно ссылаться на документ, в котором нет телеканала ЗИК, но закрывать телеканал ЗИК? Татьяна Николаевна. Я вам зараз поясню. Как мама, да, поясните, пожалуйста. Сейчас я подождите, я закончу просто. Но мы с вами договорились, что вы поясните. Спасибо большое. То есть, понимаете, в чём дело? Если начинают нарушаться правила, существующие в стране, то это ведёт к хаосу, к анархии, а в конечном итоге к разрушению государственного аппарата. И вот это в первую очередь ослабляет государство. То есть, в первую очередь ослабляет то, что кто-то считает, что он может быть выше закона, а потом следующий считает, что он может быть выше закона, следующий, следующий. Ну и в итоге начинается война всех против всех. И никакого единения в стране не будет. Я уж не говорю о тех целях и задачах, которые решаются инструментами государственного аппарата сейчас, которые в конечном итоге ведут к чему. Ну, Максим Борисович, вы же трезво мыслящий человек, я надеюсь, да? И вы можете посмотреть на объективные показатели, например, численности населения образца 2013 года. Сравнить их с численностью населения, например, вот сейчас. Вы можете взять экономические показатели по уровню ВВП. Я выношу за скобки то, что доллар тоже за это время очень сильно девальвировал, но даже в долларовом эквиваленте, против 183 миллиардов долларов в 2013 году, мы сейчас имеем там порядка 120 миллиардов долларов девальвированных по сравнению с 2013 годом. И почему мы к этому пришли? Понимаете, что стало спусковым крючком? Ну, нужно же как бы в этом разбираться. И если уж нет чрезвычайного положения, то и чрезвычайные меры невозможны. Вот Владимир Зеленский говорил, вы его цитировали здесь, Владимир Зеленский, что он не имеет полномочий закрывать каналы. Да, он действительно не имеет полномочий закрывать каналы. В Конституции Украины четко перечень дан, довольно обширный перечень полномочий президента страны. И если президент совершает что-то, выходящее за рамки этого перечня, то он совершает преступление, которое предусмотрено в том числе 111 статьей Уголовного кодекса, посягание на конституционный строй. Потому что конституционный строй это и есть вот эта вот структура взаимоотношений между органами государственной власти, между народом и формирование этих всех органов. Пане Александре, у нас есть православцы, которые уточнят нам, напевно, чи правый был президент, или нет. Но там еще вопрос был Татьяна Николаевна, грозила ответить, да очень хотелось бы услышать. На жаль, я тут коротко не скажу, потому что я тут...